Всем привет! Вы смотрите ЭКО-Новости на ТВК. Ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. 135 тысяч тонн отходов вывезла рециклинговая компания за первое полугодие. К слову, за весь 2020 год с территории Красноярского края вывезли 250 тысяч тонн. Ведь у нас еще два месяца лета, впереди и осень. В компании объясняют это тем, что в самой левобережной зоне стало заметно чище, но вот объемы мусора выросли. Самым чистым месяцем стал февраль, тогда на полигон увезли 16 тысяч тонн мусора, в апреле и мае больше 27 тысяч тонн. А вот количество несанкционированных свалок, наоборот, уменьшилось. За это полугодие пришлось ликвидировать 42 свалки, из них только 24 в Октябрьском районе. Кроме того, в рециклинговой компании рассказали, что сейчас они охватывают 99% территории региона. Как далеко готова заезжать компания, сколько территорий уже заключили договоры с регоператором на левобережье, и краткую инструкцию, как правильно утилизировать мусор, рассказывает координатор пиар-направления Красноярской рециклинговой компании Юлия Комиссаренко. Помимо левого берега всего, еще три района, это Сухобузинский, Большемуртинский и Емельяновский районы, включая ПГТ Кедровый. Самая далекая точка в Емельяновском районе, это поселок Елизеева, 90 км в одну сторону. В Большемуртинском районе это Придивинск, 120 км в одну сторону. Если человек приобрел сам контейнер, поставил кого дома, он звонит к нам, оставляет заявку, и его просто включает в график движения мусоровоза. Если ДНТ, СНТ обращается к нам, бывает, сами приобретают. У нас есть показательный ДНТ, есть 13 ДНТ, например, у нас скооперировали, сделали отдельную контейнерную площадку, установили себе большую на всех, 10 контейнеров, определили график, мусоровоз по графику приезжает, это все забирает. В Минпромторге поддержали идею запретить пластиковые пакеты. Об этом заявил глава российского министерства Денис Мантуров. По его словам, ведомства поддерживают эту идею, однако есть некоторые условия, которые необходимо выполнить. Во-первых, если убирать пластиковые пакеты, то нужно делать больше тех, что будут их замещать, говорит Мантуров. Во-вторых, важно понимать, что принять решение о запрете пластиковой упаковки в один момент невозможно. Из-за резких мер могут вырасти и сдержки, а значит и стоимость изделий. Еще один минус, если поторопиться, говорят эксперты, пострадает качество. Экономисты считают, что запрет нужно вводить только тогда, когда он не нанесет ущерб рыночному балансу. Однако, когда именно такой этап наступит, глава Минпромторга не пояснил. Он добавил, что сейчас ведомство составляет перечень трудноперерабатываемых товаров и упаковки, которые нужно ограничить. Больше 400 миллионов человек могут стать климатическими беженцами из-за повышения уровня моря. О новом исследовании написала газета «Гардиан». В статье говорится, что сейчас больше 250 миллионов человек живет в районах, которые расположены очень близко к уровню моря, меньше чем в двух метрах. Но уже в 2100 году, если уровень моря вырастет на один метр, то экологическими беженцами могут стать 410 миллионов человек. Также ученые выяснили, что 62% районов, в которых самая большая угроза затопления, находится в тропиках. Причем большая часть из них расположена в Индонезии. И, судя по всему, прогнозы у экспертов не очень положительные. Они говорят, в 21 веке уровень мирового океана растет вдвое быстрее и к 2100 году увеличится еще на 30-60 сантиметров. Красноярск в конце списка самых грязных территорий. Наш город расположился на 38-й строчке с загрязнением в 5 микрограмм на кубический метр. Это данные российской экологической партии «Зеленый» за 28 июня, 4 июля. В оранжевую зону вошли 10 городов. Самым грязным стало Кемерово, на втором месте – Рязань, а на третьем – Домодедово. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 5 по 8 июля оказались Центральные и Кировские, а самыми чистыми стали Октябрьские и Ленинские районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости. На ТВК увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова